Хлеб для уток как фастфуд, так говорят орнитологи. Объясняется это тем, что его можно быстро извлечь из воды и съесть. И как в фастфуде в нем мало питательных веществ. Лучше принести более полезные продукты. Это могут быть отваренные крупы, и перловые, и рисовые, любая, в общем, каша в небольшом количестве. Туда можно добавлять и яйца, и корок. Вот только рязанские кряквы к хлебу уже привыкли. Говорят орнитологи. И к более полезной пище их придется приучать. Но если такого желания нет, а покормить хочется, то лучше купить белый хлеб с отрубями. И немного подержать его дома. Свежая булка для птиц вреднее. Но до появления плесени тоже не доводить. В стоп-кряк-листе также черный хлеб и жареная, жирная и соленая пища. Выбор на кряк вполне случайно. Чаще всего на городских водоемах зимует только она. Остальные селятся в пригороде. Может, вода там лучше. В целом по региону, по крестностям Рязани, на оке можно заметить и других видов водоплавающих видов. Это и гоголи, это и черкисские сумки. Вот это, наверное, самые популярные стати, самые обычные. И снег-ряк. В этом году на серой шейке у нас зимует один красноголовый нырок. Тоже необычный такой для города вид. Уникальные виды уток прилетают и в город, как, например, сейчас. На ту же листвянку прилетали лысухи, правда, в прошлом году. Сегодня Рязань – своеобразный ареал обитания камышницы, большого и малого крохолей. Впрочем, селятся они больше на периферии. В центре же обитают привычные кряквы. Видимо, слишком уж по нраву им птичий фастфуд. Белый хлеб со трубями. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».